Добрый день дорогие YouTube зрители, вы на канале всякая чушь. Сегодня я хочу поговорить с вами, нет, даже не поговорить, давайте вместе сегодня посмеемся над компанией Apple. Недавно она выпустила айфон новый S&E до 2020 года. Вы посмотрите на это, ты что блять, вот это вот сверху такое, что это за челки, что это за рамки, пиздец, вы, не буду мадом ругаться. В 2020 году выпустить такое дно в плане дизайна, это просто позор. Но Apple знает, что фанаты ее схавают. Ладно бы они сделали, там не знаю, сканер пятка пальца в экране и полностью безрамочным сделали и такого же диаметра. Это ладно, я понимаю, но это, вы посмотрите на это. Давайте пройдемся кратко по характеристикам. 4,7 дюймов экран без 3D-тача. Трутон, блять, ну это трудон, ну это говно, никто им не пользуется. Лучше бы 3D-тач оставили, чем этот трудон. Он залупа полнейшая, вообще не нужный никому. Да давно доказали, что вот эта желтизная экран, она никак не влияет на вашу соноспособность. Ну она способна засыпать. Вас скорее всего будоражит, вы не можете заснуть. Ну есть якобы такое мнение, что желтый экран, он как-то больше провоцирует ко сну. То есть вы после того, как мочу пополит с телефоном, лучше уснете. Это все неправда. Во-первых, почему? Потому что доказано, что человек, когда он лежит и что-то делает в телефоне, у него работает мозг. То есть мозг, он бодрствует, он читает информацию, смотрит какие-то новости. То есть он потом будет сложнее. То есть экран тут, короче, никак не влияет. И вот это вот все странный маркетинг, странный галимон. Ну вот, ладно, хоть IP67 поставили. Ну вы посмотрите эти рамки. Если все производители стараются как-то уйти в безрамочность, то есть даже в бюджетник они ставят безрамочные экраны, то здесь, ну это просто дно, это кал. Это кал в плане дизайна. Процессор, ну процессор, да, процессор здесь хорош, я не спорю. До сих пор две сеньки физически не поставили, что за 18-ваттный USB-C и кабель питания Light. Ну ладно. 12 мегапикселей, диафрагма F8,1 поддерживается, последний режим, запсидо, 4К. Ну это хорошо, да. Фронтальный модуль камер на 7 мегапикселей, с диафрагмой, 7 мегапикселей фронтальной видеокамеры. И сейчас я вам скажу, в чем соль, почему я смеюсь над этим телефоном. Давайте даже посмотрим, тут небольшой ролик. О, посмотрите, у нас лагозащита, FOS-E, маленький, 4С, безопасность, Touch ID, отпечатки, вот это сила, все в силе. Пионик чип 13, портретный режим, написано. Портретный режим с эффекциями. Красивые 4К видео. Алло, у Samsung за 20 тысяч есть 4К видео. Ну, 60 FPS, я не знаю, но есть телефон за такую сумму, 10 и 486, 4К, 6, а ТПС. 30 минут, типа, батарея, долгая жизнь, долго держит батарею. Так, а с юной вашей. Ладно. И смотрите, они не показали экран. Они мельком показали экран, потому что они знают. Потому что они знают, что это кал, что это экран. Привет, 2015 год, Apple, ау, вы что там, ебнулись? Они знают, что все будут стыдиться экрана, как они выпустили челку, как они ее закрывали. Здесь то же самое. Вот это вот неправда. Цены, это указано здесь. А, да, вот цены в России. Вы посмотрите, на 64 гигабайта, 40 тысяч рублей. На 144 тысячи рублей. Давайте посмотрим, что можно выбрать на... Допустим, возьмем E-каталог. Давайте откроем. Посмотрим, какой телефон можно выбрать в пределах 44, ну, пускай 40 даже, да? Интернет у меня медленный, так как опыта волокна нет. Давайте возьмем цена от 40 до 44. Давайте посмотрим, смотрите, XR, ну, явно лучше. Вот вы посмотрите, вот посмотрите на вот это уебище, вот этот вот экран. И вот на этот, ну, явно лучше. Даже iPhone X можно взять. Samsung Galaxy S9 Plus. Ну, такое себе. Ну, две камеры, в принципе. Дизайну, посмотрите, на какой экран. После вот этого дерьма, вот этого, что это, блядь, что это за рам? Можно взять вот такую красоту. Ну, ванны, кстати, не будем брать. S10E можно взять. Тоже хороший, но, правда, по батареи будем проигрывать. Конечно, будет меньше жить. Ну, вот не будем брать. Ну, 8 не будем брать. iPhone, это, алло, то же самое. Это 100 больше, S9, что еще здесь больше стоит. Xiaomi, минус 10. Посмотрите. Стоп, блядь. Где здесь, извините, за выражение? 100. Сколько здесь было? По-моему, здесь 108 мегапикселей. Ну-ка, давайте зайдемте, посмотрим. Так, характеристики. Ну, смотрите, взять в салоне, посмотрите, какой дизайн. Ну, я имею в виду спереди, да? 4G, тут и две симки, и моноблок, и суперамолед, горел глаз в пятой. О, тут прям и NFC, ну, там тоже, наверное, все есть. Сигпур, ну, правда, вот, Qualcomm и Adreno, и 8 гигабайт оперативный, и 256 встроенный. 108, 108 мегапикселей камера. И фронтальная, сколько там фронтальная камера? Ну, по-моему, 30, да, там? Ну, вы посмотрите, вот, вы посмотрите на это, посмотрите на это, и скажите, что вы думаете? Я думаю, выбор очевиден. Ну, это просто дно. Вот это, 108 мегапикселей, а это ебучие за 40 тысяч, сколько там, 12 мегапикселей. Просто небо и земля. Galaxy Note 8 есть. Пожалуйста, можете на снепе взять. Прям OnePlus, вот OnePlus, OnePlus 7 Pro. Да даже 7T можно взять. Посмотрите. Смотрите на эту мощь. Тут, по-моему, 755 плюс. Ну, в общем, вы меня поняли, да? То есть, вот это вот непотребство брать за 40 тысяч, кто будет его брать? В минимальной за 40 тысяч. Где 3,5 мм джек в любом бюджетнике? Ну, по моему мнению, должен быть 3,5 мм джек. А здесь его нет. Нет, это позор, это кал. Ну, ладно, я понимаю, там, старшие модели как-то... То есть, старшую модель брать, флагман, их можно как-то оправдать. Если, допустим, человек приходит брать телефон за 100 тысяч рублей, у него, скорее всего, найдется деньги и на беспроводные наушники. Но те, кто покупает телефон бюджетные, там, за 20 тысяч рублей, явно у него не будет денег, в большинстве случаев, на беспроводные наушники. Он хочет пользоваться правдом. Но здесь хрен, здесь его нет. Вот вы представляете? Вот что это? Вот зачем? Для чего? Сделали бы поменьше рамки. Зачем они сделали? Они хотят на ностальгии сыграть. За 40 тысяч рублей, да вот я вам показал тот же Xiaomi, он разорвёт, ну, там процессы 700, да тот же OnePlus на 855 Plus, он фачко дрюкнет практически по всем параметрам вот этот вот SE iPhone. Это просто дно, это... Блин, ну лучше XR купить, если ты еблодроча. Иди купи XR. Но это, это просто какой-то позор, это кошмар. Самое главное, чтобы производители китайские любят всё копировать. Самое главное, чтобы они не копировали вот такой вот форм-фактор своих бюджетников. Так что, ну а я с вами прощаюсь, там можете подписаться, если интересно. Вот. Интересно, что будет дальше с этой компанией Apple. Но это просто дно. У меня кровь из глаз потекла в 2020 году, увидеть такое. Всё, всем спасибо за просмотр, всем пока.